Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ. Новости Анапа. Регион. В студии Ирина Меркурьева. И смотрите сегодня выпуски. Рабочий день главы Анапы прошёл в Джигинке. Район центрального рынка освобождают от незаконной торговли. Экстрим или безопасность. Глава Анапы Сергей Сергеев с рабочим визитом побывал в Джигинке. Осмотрел социальные объекты, детский сад, школу и строящийся на территории участковой больницы дневной стационар. В детском саду «Колосок» главу Анапы встретила заведующая Людмила Зубенко. На территории чистота и порядок. Уложена новая тротуарная плитка, обустроены детские игровые площадки, кубанское подворье. Но главный на сегодня вопрос – это безопасность детей. Охрана у вас физическая и ночью есть. Да, да, они круглосуточно. Видимо есть? Есть, да. А куда вы ведете? Куда вы ведете? Вот смотрите, вот камера. Вы ведете куда? Внутри кабинета директоров ставят сервера и пишутся. Внутри, внутри. Также в школе, также в другом садике. То есть, да, да. Здесь. Домофон тоже есть. То есть, как бы на месте вот находится охрана. Ну, охранник всегда находит? Да, всегда, всегда. Даже меня не пропустят. Именно по поручению Сергея Сергеева в конце 2013 года в помещении Центра детского творчества вернулся когда-то располагавшийся здесь детский сад. Это решило проблему с детской очередностью. Сегодня в Джигинке ее нет. Следующий пункт рабочей поездки – школа номер 19. В этом году у нас действительно серьезный ремонт. Вот уже кое-что мы начали. У нас ремонтируется плитка на полу. Второй этаж. Первый этаж кусочек там. Вот. В учительское положили. Но вообще грандиозные строительные работы были чуть позже. Это кровля. Многофункциональная спортплощадка, которую обожают дети, заиграла новыми красками. В пищеблок приобрели новое оборудование – холодильник, печь, водонагревательный котел. Сергея Сергеева интересует многое. В каком состоянии автобус школьный, как налажена спортивная жизнь учреждения и насколько эффективна используемая охранная система. В целом школа оставляет хорошее впечатление, но глава Анапы все-таки высказывает одно пожелание – оформить по-другому доску памяти бывшего ученика школы Вячеслава Карпова, погибшего в горячей точке. Следующий важнейший объект – дневной стационар, модульное здание, которого сейчас монтируют на территории участковой больницы. «Это помещение будет нужно? Конечно нужно. У вас стационара нет, да? У нас нет. Все едут в Юроку, даже просто прокапаться. То есть оно лучше необходимо. Ну вы же знаете, что из-за этого стационара, когда она ушла с работы зам. начальника управления образового здравоохранения, да? В курсе? Прямо здесь, на планетном совещании я ее проводил. Это вот причина в том, что она меня убеждала, что здесь оно не нужно, и здесь мы не сможем этого сделать. Смогли? Могли. В стационаре будет две палаты по две койки, процедурный кабинет, комната персонала, туалет. Но при всех положительных моментах есть и ряд существенных недостатков. У вас кто формы два закрывает по объемам выполненных работ? Есть человек, да. Он туда пишет технику безопасности? Я думаю, да. Санитарную уборку. Уборку периодически делаем. Ну что это такое, мужики? Просто сейчас работали. Да нет, я понимаю, если бы вот это было, и вот там вот чуть-чуть попилено. А вот это вот все. Планировка земли. Сейчас осадки пойдут, будете тут по пояс грязи лазать. Где мостики? Давайте так, я сюда пришлю еще человека, иначе у вас будут проблемы. Денежки вам переводить будем мы. Если будете так работать, то деньги будете тоже так получать. Через арбитражный суд. Так не пойдет дело, ребят. Мы же вас сюда не звали, вы пришли. Вопросов нет. Сделайте, получите деньги и все. Мы же для людей делаем. Было бы это, там что, магазин, ну бог с ним. Ну, конечно, понятно. А это ждут же старики, в конце концов. Работы на объекте должны завершиться к сентябрю. Сроки глава поставил на особый контроль. После получения лицензии врачи дневного стационара будут готовы встретить первых пациентов и позаботиться об их здоровье. Планерки для городских служб будут проходить ежедневно перед зданием администрации. Утром задача, вечером подведение итогов. Только при таком условии работа будет планомерной и с результатом. Первый заместитель главы Анапы Светлана Яровая поставила задачи сотрудникам управления муниципального контроля. Оставь людей, пусть курсируют Родина, Борького, Гребенскал. Вот этот маршрут тоже туда включаем. Экипаж на Ветедева. Давайте экипаж сегодня на Благовещенку. Смотрим все. Санитарное состояние. Везде есть там островы, санкционированная торговля. Охватываем всю ситуацию. Объезд к строительных площадок. По заявлениям, жалобам населения. Это Лермонтово и Владимирск. По обращениям общественников квартальных и ТОСовцев будет проведена отдельная работа. Давайте начнем с третьего микрорайона. Там есть заявки от населения, что не очень, к сожалению, чисто даже около трех свечей. Скверы, три свечи. Давайте посмотрим. Мне проверять мусороборочные компании? Все полностью, все договора, да? Проверить, поднять. Кратность вывоза, все это проконтролировать. Есть. В эти дни в Анапе работает краевая комиссия из Министерства курортов и туризма Краснодарского края. По нескольким маршрутам направятся рейдовые группы. Прибежает с утра министерство. Кого мы как раз пределим? Три группы министерства. Одна группа едет на пляж в Сапку Александр Георгиевич. Вторая группа едет в Благовещенку. Тамара Алексеевна Галас. Третья группа едет по объектам показа, экскурсионкам. Сердюк Максим Александрович. А вы сколько ездите? Ну, часа через два. Часа через два не берет здесь, да? Пляжи с утра проверили. Пляжи с утра проверили, но он отправляется дальше на Сукоутриш. Дальше Витязева, работа спасателей, санитарное состояние и на проспекте. Наталья Евгеньевна с муниципальным контролем на выезд по классификации. Мария Александровна на закрепленной территории по благоустройству, по санитарному состоянию. Это Верхняя Надежная, это Музырский проспект. Все сотрудники задействованы. И все-таки самое главное – это городское хозяйство. Работы в пик сезона очень много. Содержания в чистоте анапских улиц и дворов важнее задачи сегодня нет. Но и тем, кто убирает, тоже не мешает напомнить об аккуратности. Техника, чтобы была, вот как сегодня я посмотрел, она почистый город и так далее, так далее, так далее. Вот техника чистенькая, аккуратненькая, чтобы было, без подтеков, без ничего, чтобы было. Понятно, да? Мусорные контейнеры уже на многих, особенно в лобных местах, должны быть нормальными, чистенькими. Заставьте их, сделайте, так сказать, оборот, чтобы на лобных местах эти контейнеры бы сияли. Ремонт лавочек, урн уличного освещения, работа с управляющими компаниями, проверка соблюдения графика вывоза мусора. Задачи для сотрудников управления ЖКХ прозвучали. В 18.00 все службы отчитаются о проделанной за день работе. На улице Горького демонтированы незаконно установленные торговые павильоны. Пять ролетов вывезены на специальную стоянку для хранения. Проезжая часть не для пешеходов. И тротуар получается тоже. На Горького в районе центрального рынка торговые павильоны установили торговлю на территории общего пользования. Решение в межведомственной комиссии выполнено, конструкции демонтированы. Специалистами управления муниципального контроля на муниципальной территории в районе центрального рынка улица Горького выявлены ролеты, которые установлены без разрешительной документации. По решению межведомственной комиссии данные ролеты демонтированы. На специальной стоянке для хранения ролеты будут находиться 6 месяцев. Затем их утилизируют. Вернуть имущество можно, предоставив управлением муниципального контроля документы, подтверждающие право собственности на некапитальные конструкции. Чисто там, где моют. Коммунальщики взялись за плитку на театральной площади. После уборки совсем другое дело. Генеральная уборка была необходима. Критика главы Анапы, высказанная им во время обхода города, прозвучала справедливо. Самое популярное место отдыха – театральная площадь, русские ворота и проход на набережную. Коммунальщики с утра взялись за очистку плитки. Обновили все – урны, лавочки, дорожки. После проделанной работы и вид совсем другой. Чисто, так как и должно быть на курорте. В 14 часов понадобилось энергетикам курорта, чтобы устранить крупную аварию. 4 августа в 21.00 в районе частного сектора между улицами Владимирская и Астраханская вышел из строя высоковольтный кабель напряжением 6 кВт. В летний период нагрузка на сети в этом районе увеличивается в 5 раз. Дополнительную нагрузку дают высокие дневные температуры воздуха. В течение ночи энергетики устанавливали место прорыва подземной линии, вскрывали аварийный участок и меняли кабель. Сегодня в 11 часов утра все потребители подключены к энергоснабжению. И к другим новостям. Гостям курорта предлагают прокатиться с ветерком. В горы по труднодоступным местам туристические группы везут внедорожники, наскоро переоборудованные и не отвечающие требованиям безопасности. Инспектор ГИБДД курорта регулярно проводит рейдовые мероприятия по выявлению нарушителей. На площадке Усупсехского кладбища джипы с туристами проезжают почти каждые 5-10 минут. Для большей вместительности машины оборудованы дополнительными местами, но почти никто из туристов не пристегнут ремнями безопасности. И документов на переоборудованные транспортные средства, конечно, нет. На протяжении всего летнего периода автоинспекция проводит профилактические мероприятия. Нарушителей хватает. Наказание – протокол об административном правонарушении и предписание всей инновации устранить, либо узаконить. Иначе можно и транспортного средства лишиться. Данное требование и материал мы отправляем в МРЭУ ГИБДД номер 3 по обслуживанию города Анапы. Если водитель в течение 10 суток не устраняет переоборудование, то данному транспортному средству аннулируется регистрация. На сегодняшний момент аннулировали уже 4 таких материала. Свидетельства о регистрации транспортного средства, государственные регистрационные знаки подаются в розыск, как утраченная спецпродукция. То есть, если собственники не сдают сами, любой сотрудник ДПС останавливает, пробивает по имеющимся учетам, базам. Данные документы, естественно, находятся в розыске, изымаются свидетельства о регистрации, изымаются государственные регистрационные знаки. То есть, транспортное средство остается без номерных знаков. Ну, а там уже эксплуатация его запрещена. С начала курортного сезона 2015 в отношении водителей и джиперов составлено 168 административных протоколов. Все нарушители заплатят штраф, а при повторном нарушении лишатся права эксплуатировать автомобиль. Чтобы год от года город процветал и становился лучше и краше, Анапе нужны люди неравнодушные. И такие люди у нас есть. Сергей Дорохов родился и вырос в Анапе. Закончил среднюю школу номер 5, получил 4 высших образования и защитил диссертацию по социологии. Офицер запаса, успешный руководитель, депутат совета муниципального образования. Он не понаслышке знает проблемы курорта. А как можно относиться к своему родному городу? Конечно, с любовью. К сожалению, из нашего маленького города он может превратиться в какой-нибудь Шанхай, если это будет продолжаться точная застройка. Поэтому я думаю, что не нужно застраивать и делать из города Анапы каменные джунгли. Проблемы мало знать. Нужно по мере сил стараться их решить и помогать жителям. Активная жизненная позиция и любовь к своему городу не позволяют Сергею Михайловичу оставаться в стороне. В этом дворе он сам бегал еще мальчишкой. Сегодня у маленьких жителей дома 177 по улице Крымской появилась современная и безопасная детская площадка. Он очень много делает добрых дел. Он уважительно относится к старшему поколению. И поэтому хочется присоединиться и всегда быть рядом, помогать ему. Вместе с коллегами-депутатами при поддержке городских властей решаются проблемы людей. Находятся конкретные решения. Так отремонтированы подъезды дома. Построена еще одна площадка с современным противоударным покрытием в соседнем дворе. Возле домов 186 и 190. Сергей Дорохов оказывает помощь детским садам. Колокольчик и ручеек. Это наша палочка-выручалочка. Я могу к нему позвонить ночью, я могу к нему позвонить рано утром. Несмотря на то, что у него маленькие дети, он никогда ни в чем нам не отказывает. А вот Сергей Михайлович наоборот называет общественников своими главными помощниками. Кому как не им известно, что волнует сегодня горожан. Это все благодаря активной позиции жителей и председателям ТОСов, которые являются первыми моими помощниками. И может быть даже я их первый помощник в том, что происходит на их территориях. Спасибо им огромное. Я надеюсь на дальнейшее сотрудничество. И хочу попросить всех жителей города Анапы вести активный образ жизни, участвовать во всех общественных мероприятиях нашего города, потому что от вас зависит наше будущее. Очень важно, чтобы дело жизни можно было передать подрастающему поколению. Самое большое мое достижение за последние годы, ну я вообще думаю за всю свою жизнь, это моя семья, это мои дети. Старшему Елисею 4 года, а младшему Назару всего 3. Чтобы дети жили в уютном и красивом городе, чтобы имели возможность развиваться и работать в будущем. Именно сейчас нельзя останавливаться. И Сергей Михайлович уже наметил себе задачи, которые для этого нужно решить. Завершит выпуск прогноз погоды. Партнер прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов Тайной Медной горы. В четверг, 6 августа, в Анапе ясно без осадков. Температура воздуха днем плюс 28-33 градуса. Ночью до 28 градусов тепла. Ветер северо-восточный 8 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 27 градусов. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин Тайной Медной горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин Тайной Медной горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Генеральный партнер программы новости, анапское производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Чистый воздух и близость к песчаным пляжам – вот главное достоинство Кавказа. Партнер программы новости – магазин доступной и качественной одежды для детей и взрослых «Модная школа». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Школьная форма может быть яркой, модной и стильной. И самое главное – удобной. Приобрести эффектную и недорогую школьную форму, деловую повседневную одежду для детей и взрослых можно в магазине «Модная школа». Настоящий шик модной классики, европейский стиль, эксклюзивные аксессуары, молодежные тренды. Анапа, улица Новороссийская, 281.